Кадры решают все и мы делаем ставку на молодое, активное, амбициозное поколение. Именно эти люди определяют будущее нашего края. Финалисты смогут пройти стажировку в различных организациях края, повысить квалификацию и найти новую работу. Вы в курсе, что на Кубани кадровый резерв края пополняют с помощью конкурса «Лидеры Кубани. Движение вверх». Так, власти региона решили искать молодых и амбициозных профессионалов. Таким образом, планируется получить 400 новых специалистов. Принять участие в конкурсе призвал глава региона Вениамин Кондратьев. Здравствуйте, я Инга Габешия. И на канале «ВКТ время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, региональные фонды готовы поддерживать субсидиями молодежь с активной жизненной позицией. Поддерживаются и научные проекты. Из года в год суммы, выделяемые на развитие этого направления, только растут с 18 миллионов в 2015 году до 50 миллионов в следующем году. Об интересах молодежи мы сегодня поговорим с начальником управления молодежной политики администрации города Сочи. Наш гость сегодня Андрей Безроднов. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте. Итак, скажите нам, пожалуйста, участвуют ли сочинцы в этом конкурсе «Лидеры Кубани»? Да, безусловно, участвуют. И конкурс, он традиционный, если мы говорим о всероссийском конкурсе. Сейчас в данное время проходит региональный этап. Часть сотрудников отрасли, кто подходит под критерии. Один из главных критериев, это, конечно же, опыт работы в определенных направлениях. И, конечно же, возрастной ценз до 30 лет. Часть сотрудников подали свои документы. Я думаю, что они с успехом пройдут региональный этап. И потом уже будут принимать участие во всероссийском. Мне, к счастью, была такая возможность поучаствовать. Несколько лет назад я тоже принимал участие. И три представителя отрасли молодежной политики прошли в финал конкурса. И в Башкирии мы участвовали в финале. И вошли в десятку лучших представителей отрасли молодежной политики. Ну, здорово. И что же вы прочувствовали на себе? Что вам это дало? Ну, в первую очередь, конечно же, это общение с коллегами. Обмен опытом, обмен какими-то новациями в работе с молодежью. Потому что, в принципе, в целом, конечно же, мы действуем в рамках определенного закона. Молодежные политики, региональных законов, они в основном концептально строятся на одних и тех же направлениях. Но подход к реализации каждого направления в каждом субъекте, конечно же, носит свою специфику. Поэтому очень интересно, общаясь с коллегами, знать, как то или иное направление реализуется в их субъектах. Конечно же, и сегодня, за счетом, мы поддерживаем эти контакты, обмениваемся опытом. И все это идет только во благо нашей молодежи. То есть поддерживаете такую инициативу нашего губернатора? Конечно, конечно. Да, и одна из политик губернатора как раз-таки участие региональных делегаций молодежи во всероссийских форумах, слетах. Как раз-таки, в большей степени и научиться, и рассказать о том, что делается у нас на Кубани. И эту политику мы поддерживаем, конечно же, проводится большое количество как региональных форумов, как регион 93, различные туристические слеты, где мы внутри региона обмениваемся опытами, чему-то учимся. И, конечно же, посещаем и мы, и представители молодежи города Сочи, очень часто, особенно в летний период, участвуют в различных сроссийских форумах, слетах по различным направлениям. И действительно, наша сочинская молодежь участвует и в других краевых проектах. Это и регион 93, пост номер один, территория туризма. Мы идем снова там, где гремела война. Что они дают нашей молодежи? Если взять регион форума регион 93, это действительно такая образовательная площадка, созданная по инициативе губернатора как раз-таки. Включает она себе пять смен по различным направлениям. Конечно же, это патриотическая смена, молодые учителя, молодые предприниматели, интеллектуальное развитие. То есть, по этим сменам, по интересам, ребята приезжают и целую неделю находятся не только в атмосфере отдыха, туризма, но, конечно же, считают для них очень интересные лекторы, свою информацию. И, конечно же, они набираются опытом, обмениваются опытом и приезжают очень заряженным и готовы дальше реализовать свои единицы в территории города. Предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как в этом году прошел форум регион 93. Сами разводим огонь. Котелки. Если честно, я первый раз. Для меня это все новое. Вот. Ну, как-то выкручиваемся. Спартанские условия, свежий воздух и отсутствие интернета. Это именно тепличная обстановка, чтобы вырастить талантливую молодежь. Так живут на форуме регион 93. 400 парней и девушек со всех уголков Кубани приехали на последнюю в этом году смену. Конец смены мы начинаем узнавать друг друга, здороваться. Даже по именам все 400 человек стали одной большой семьей. Участники юноши и девушки от 18 до 29 лет. Подходящий возраст, чтобы познакомиться с бюрократией. На территории форума развернулось 22 министерства. Есть отряды, которые отвечают за сельское хозяйство, промышленность, казачество. Импровизированные ведомства полностью дублируют функции настоящих. Здесь даже собрали свое правительство. Это штаб, где организуют работу всех структур. О том, как это работает, участники форума рассказывают губернатору края. Вениамину Кондратьеву показывают, как устроен быт форумчан. Песня у костра «Полевая кухня». Все по расписанию. Осень в небе жгут корабли. После все собрались на лобном месте – центральной площади региона 93. Здесь не место протокольным интервью. Самые откровенные и не детские вопросы интересуют участников смены. От трудоустройства волонтеров до поддержки молодых деятелей науки. Сегодня поддержка ученых в основном носит грантовый характер. Скажите, пожалуйста, планируется ли увеличение финансирования со стороны администрации Краснодарского края молодых ученых в виде грантов? Я абсолютно согласен, что это возможность дальше заниматься наукой, дальше создавать, что-то открывать новое. И нам здесь важно вот таких ребят не потерять. Поэтому грантовая поддержка, она не то, что без сон. Сейчас мы ее пересматриваем, и она будет увеличена. И специально у нас как бы разрабатывается программа. Я уверен, что здесь депутатский корпус нас поддержит. Потому что нам нужно тех ребят, которые завтра будут создавать, по большому счету, и экономику, и жизнь региона, а может быть, всей страны, необходимо поддержать. Поддержать мы можем только грантам. И сегодня это стратегическая задача в области образования – поддержать талантливую молодежь, которая завтра, друзья, и будет делать нашу жизнь. В регионе впервые проведут конкурс на выделение грантов ученым, возраст которых еще не достиг 35 лет. Краевые власти сосредоточены на поддержке фундаментальных исследований. Раньше средства на разработку и внедрение научных проектов выделялись без учета возраста. Из года в год суммы, выделяемые на развитие направления, растут в разы. С 18 миллионов в 2015 году до 50 миллионов в следующем. Выращенные кадры уже рвутся в бой, поэтому на форуме уже звучат вопросы о трудоустройстве. Уж очень понравилось некоторым участникам играть в политику. Нынешняя смена под названием «Время молодых» дает отличную платформу для будущих свершений. У нас к вам даже не вопрос, а такое предложение. Возможно ли вынести данную идею на краевой уровень? То есть закрепить людей за министерствами, людей, молодежь, закрепить за министерствами, за министрами для последующего их выдвижения на кандидаты на высокие должности министров? Ну, ты знаешь, как бы закрепить-то можно, а вот высокую должность занять это не совсем просто. Во-первых, нужно иметь опыт, иметь на самом деле четкое понимание, что ты будешь делать, находясь на этой высокой должности. А это складывается этот опыт и понимание из жизненного пути. Молодость, я максимально поддерживаю молодость. И молодежь, которая сегодня стремится и активно двигается, я готов открыть двери и министерств, и ведомств в администрации края для этой молодежи. Но не точно уж на должность министров сразу, а хотя бы в те отделы, прикладные отделы, и там попытайтесь сделать свой старт. Вот при таком подходе я готов с вами максимально сотрудничать и образовать резервы, кадровые резервы у каждого министерства и ведомства регионального. И по большому счету те ребята, которые здесь приобрели навык и может по каким-то там критериям, явно мы должны их ввести, они могут претендовать на изначально должность в том или ином министерстве, ведомстве, комитете профильном, какой вы выберете. Ну а если уже в жизни получится, если достигнете определенных профессиональных высот, именно тогда и, конечно, и гресло министров. Кадровый вопрос в регионе стоит остро. Для реализации любого проекта нужны грамотные специалисты, отмечает Вениамин Кондратьев. Тем более, когда речь идет о необходимости серьезного экономического рывка. И в крае удалось создать систему поддержки начинающих предпринимателей. Тем, кто захочет занять высокий пост или открыть свой бизнес, распахнуты двери каоркинг-центра. Там подскажут, в каком направлении двигаться. Плюс к тому, региональные фонды готовы предоставить субсидии на условиях, которых не предложит ни один банк. Власти хотят инвестировать в молодежь, в их будущее. Больше полутора часов участники форума и губернатор обсуждали приоритетные задачи региона. Так что молодых людей даже заинтересовало, как Вениамину Кондратьеву удается успевать и быть в курсе дел каждой отрасли. Не могли бы Вы нам раскрыть небольшой секрет, как у Вас получается совмещать решение таких больших, большое количество вопросов Вы решаете, и еще же есть семейная жизнь? Ну, не хочу обманывать, это очень сложно совмещать. Я вот недавно приехал, дочка в кресле заснула. Очень ждали, что папа сказал, что 100% приедет, а не было до этого дня. А сын на диване заснул. И все, что я сделал, я дочку унес в одну комнату спать, а сына уже тяжеловатенький, ну, как бы его разбудил и в другую комнату. Вот и все общение. А утром нужно было папе снова рано уехать. Друзья, в этом-то и тоже смысл. Те, кто стремится к какой-то активной жизненной позиции, реализованной в какую-то должность, вы должны сразу понять, что вы должны будете жертвовать семьей, жертвовать личным временем, жертвовать общением с детьми. Поэтому не хочу обманывать, нет совмещения. Есть просто моменты, когда можно побыть семьей. После разговора по душам фурумчане еще долго не отпускали губернатора. Традиционное фото на память и вопросы о будущем Кубани. Естественно, не обошлось и без угощений. В шатрах на свежем воздухе каша кажется еще вкусней. Уже послезавтра участники форума разъедутся по родным районам. И практически все говорят о том, что эмоций и энтузиазма уж точно хватит до следующей смены. Ну а теперь расскажите нам о развитии движения интеллектуальных игр в Краснодарском крае. Ну, на самом деле, интеллектуальные игры развиваются очень хорошо и имеют уже свои давние традиции. Конечно же, из самых ярких – это, конечно, движение игр КВН. У нас в Сочи тоже оно очень хорошо представлено. И в данный момент вы знаете, что наша команда сейчас играет в высшие лиги. Буквально на днях состоится. Они прошли уже в полуфинал, будет полуфинальная игра. Мы, конечно же, за них за всех болеем. Конечно же, игры «Что, где, когда», «Бринд Ринг». У нас сегодня практически на базе каждого учебного заведения, как высшей школы обучения, так и на базе каждой школы, созданы команды. И иногда мы даже какие-то турниры несколько дней проводим, потому что очень большое количество команд, которые желают принимать их участие. Конечно же, набирает популярность такая игра, как «Терки», это ораторское искусство. У нас тоже очень много команд в этом участвуют. И, как правило, конечно же, это проводит сначала наш городской этап, потом идут зональные этапы, и потом уже, конечно, общий краевые финал. Они идут на протяжении практически всего года, за исключением уже каких-то каникулярных периодов. И молодежь с удовольствием в них принимает участие. То есть, судя по всему, можем сказать, что сочинская молодежь могла бы пополнить кадровый резерв края? Ну, безусловно. Конечно же, я для себя лично считаю, молодежь тоже понимает, что, к примеру, во-первых, проявляя свою активную гражданскую позицию, участвуя в тех программах, которые доводятся нас именно с краевой администрацией, доводятся и принимаются здесь у нас на местах. Конечно же, участие в них, оно неспроста. Это не просто получить грамоту. Это же определенный опыт, определенные навыки, наработка каких-то коммуникаций, которые в дальнейшем, конечно же, способствуют личностному росту. И, к примеру, когда ко мне приходят на собеседование трудоустраиваются молодые люди, конечно же, я интересуюсь, какое у них образование, но в большей степени при разговоре пытаюсь выставить разговор, так чем же занимался человек в свободное от учебы время, как была построена его воспитательная работа, в каких проектах, программах он принимал участие, потому что зачастую больше, больший процент, наверное, коммуникабельности человека составляет развитие в этих отраслях. И поэтому, конечно же, если человек активно участвовал в каких-то творческих, интеллектуальных направлениях, участвовал в олимпиадах, в каких-то общественных организациях, участвовал в гуманитарных проектах на территории города Сочи, а у нас их огромное количество, только несколько хартий, хартий жителей города Сочи, хартия борьбы с табакой, курением, очень много направлений. Конечно же, когда молодежь активно в них принимает участие, это дает им определенный багаж навыков, и в дальнейшем, конечно же, они проходят очень легко социализацию при выходе с ВУЗа, при поступлении на работу, им гораздо легче, они гораздо коммуникабельны. Налажена у нас работа и молодежи со школьниками, наши традиционные площадки нашего двора. Этим летом появились ли у вас новые социальные партнеры, и вообще какой положительный опыт вы получили в этом сезоне? Да, действительно, проект существует уже не первый год. В этом году, из года в год мы немножко расширяем формат. В этом году мы уже более качественно подошли не только к организации самой работы площадок, но и к наполнению качественным контентом каждой площадки. В связи с этим, в связи с нашими партнерами, в первую очередь, Сочевский госуниверситет, детский оздоровительный лагерь «Орленок», движение российских студенческих отрядов, была разработана программа проведения школы вожатых. И в период подготовки к летней оздоровительной компании порядка 200 молодых ребят, которые в дальнейшем работали аниматорами, помощниками аниматоров на данных площадках, они разрабатывали свои проекты, они проходили определенное обучение, в дальнейшем они защищали эти проекты. Кстати, победители, несколько человек этих проектов, им были бесплатно выделены путевки в «Орленок», они смогли съездить туда. И в дальнейшем данные проекты они реализовывали уже непосредственно на своих площадках. Конечно же, мы привлекаем и бизнес-сообщество, и различные другие подразделения в качестве партнеров на каждой площадке, потому что мы понимаем, что работа с детьми требует большого количества инвентаря, каких-то призов, подарков, и с удовольствием люди идут на встречу, они становятся шефами данных площадок. У кого-то, может быть, ребенок занимается на этой площадке, может быть, площадка просто находится рядом с каким-то учреждением, предприятием, и количество таких партнеров мы только увеличиваем. Помимо этого, в разы в этом году увеличилось количество партнеров в плане того, что они приходят на эти площадки, бесплатно дают какие-то мастер-классы, бесплатно проводят занятия. Конечно же, может быть, где-то они и делают это в рекламных целях, но в первую очередь, конечно же, они помогают нам в работе с детьми. Большое количество партнеров традиционных, таких как УВД, здравоохранение, наши спасатели, Росгвардия, хлебокомбинат, мясокомбинат, много очень частных хлебопекарен, кафе, ресторанов, которые также приглашают детей с площадок к себе на предприятие, устраивают им экскурсию, устраивают мастер-классы. Это замечательно и здорово, и количество партнеров, конечно же, растет. То, что действительно организация работы в этом году вышла на довольно-таки уже высокий качественный уровень, говорит о том, что в августе месяце этого года представители всех 44-х муниципальных образований, а именно заместители глав по социальным вопросам, кто курирует детское и летнее оздоровление, были приглашены с удовольствием посетить город Сочи именно на момент ознакомления с программами организации работы на дворовых площадках. Конечно же, где-то, может быть, впечатлил их опыт, но многие вопросы, конечно, они взяли на вооружение, потому что после этого посыпался шквал просто звонков от моих коллег из других муниципальных образований, чтобы поделились опытом. И вот я думаю, что, скорее всего, может быть, если удастся, на итоговом совещании отрасли молодежной политики нам удастся выступить с докладом, с презентацией данной программы, чтобы действительно наш опыт мог транслироваться на все муниципальные образования Краснодарского края. Было бы здорово. Удачи вам в этом. И международное молодежное сотрудничество. Вот есть оно? Молодежное, международное, сантрольщик, конечно же, есть. И в большей степени оно развито на базе наших высших учебных заведений, как Сочинский госуниверситет, это институт РДН. У них заключен ряд соглашений с вузами разных стран. Периодически проводятся обмены. К примеру, в Сочинском госуниверситете совсем открылась система двойных дипломов. Когда первый диплом по специальности ты получаешь наш российский диплом, и второй диплом преподаватели читают лекции зарубежных вузов и получаешь второй диплом международного образца. При этом студенты сочинских вузов проходят обучение частично и практику именно за границей. Конечно же, и в ответ приезжают к нам ребята из других стран. Также налаживается сегодня отношение с нашими городами по противным. Совсем недавно вы знаете, что мы заключили соглашение, город Сочи заключил соглашение с японским городом Нагато. Я думаю, что в рамках реализации дальнейших направлений, конечно же, будет развиваться направление молодежного обмена, потому что нашей молодежи хочется общаться с молодежью других стран, узнавать, как их дела, чем они занимаются, как строится у них работа с молодежью. Это очень интересно. Кстати, в прошлом году, все знают, что проходил Всемирный 19-й фестиваль молодежи и студентов. За всю свою историю он проходил в столицах государств. Два раза до этого проходил в Москве, только впервые он проходил не в столице, но в город Сочи, мы все знают, что это южная столица нашего государства, и поэтому мы принимали огромное количество студентов, молодежи со всех стран, и делегация Краснодарского края, делегация города Сочи, ребята, конечно, остались очень довольны, потому что, действительно, молодежь у других стран, она такая же молодежь, она такая же интересная, веселая, у них очень много проектов, и, конечно же, многие до сих пор даже поддерживают какие-то контакты, это очень интересно и здорово. А что касается поддержки и развития молодежного самоуправления, получается у ребят? На молодежное самоуправление у нас сегодня стоит развито очень хорошо, каждый год проходят перевыборы, у нас представлено, во-первых, ученический совет, городской ученический совет, куда входят самые лучшие, яркие представители школьных, внутришкольных советов, есть студенческий совет, и, кстати, буквально на днях пройдет единый день голосования, во всех образовательных школах будут выбираться лидеры, президенты школ, и создаться такой новый актив школьного самоуправления. Что касаемо студенческого самоуправления, в этом году мы уже сформировали новую команду, и в разы увеличивали количество, если в прошлом году у нас было всего по одному представителю, от каждого вышивали средне-специальное учебное заведение, в этот раз мы пошли немножко по другому пути, мы рассматривали все желающие заявки, потому что ребят, желающих работать в этой команде, с каждым годом растет и растет. Сегодня их порядка 40 человек, мы уже провели ряд встреч, они определили направление своей работы, и чем здесь, наверное, специфик, и чем интересна эта работа, смотреть на то, как ребята это делают, они начинают делать мероприятия сами, то есть они не приходят на эти мероприятия в качестве зрителей, может быть, соорганизаторов, они сами их организуют, конечно же, мы их консультируем, помогаем, и, как показывает практика, молодежь в этих мероприятиях более охотно участвует, и более больший охват. Например, когда в прошлом году в силу городского ученического совета был организован исторический квест, пришло более 40 команд от учебных заведений, мы просто не ожидали даже такого количества, то есть это говорит о том, что молодежи это интересно, мы подаем им всяческие возможности для реализации своих проектов, какие-то даже частично мы софинансируем, где-то привлекаем партнеров, подсказываем, и само нахождение в студенческом совете для молодежи, конечно же, это толчок в их развитии, в дальнейшем уже участие в каких-то более крупных проектах, участие в общественных организациях, в членовских организациях. Это такая очень хорошая практика организаторской способности для молодежи. Ну а теперь тема так называемых асоциальных явлений и формирования здорового образа жизни. Результаты этой работы ощутимы? Действительно, это одно из основных направлений работы, как и в целом администрации края, и в целом администрация города Сочи, ряда профильных управлений, каждый в своей степени, конечно же, на эти направления обращает внимание. Делается очень много. Давайте начнем с того, что борьба с курением, это одно из главных направлений, поскольку все дальнейшие вредные привычки, как наркомания, они исходят как раз изначально от приобщения к табакокурению. И вы знаете, что начиная с 2010 года город Сочи активно влился в эту компанию, у нас есть в Харте жители города Сочи. И сейчас, в данный момент, мы опять наращиваем эти обороты, потому что стало действительно заметно, что, может быть, меньше информационной какой-то кампании проводится, и появились люди, свободно курящие на улице. Ведь мы же призывали тогда к чему? Что, конечно же, если наши программы будут способствовать тому, что человек откажется от этой привычки, это, конечно же, стопроцентный результат. Но в большей степени мы подсоединены, что город свободный от курения, и у нас практически все места, это места общественного пользования. В нашем городе очень прекрасно прогуливаться, дышать свежим воздухом. И, конечно же, немножко неправильно было, что во многих местах люди просто свободно курили. Сейчас мы усиливаем эту работу. Действительно, будет и большая информационная компания, и традиционно у нас проходят антитабачные шествия. Мы проводим совместно с сотрудниками УВД, сотрудниками отрасли потребительской сферы, ряд рейдовых мероприятий по кафе. Иногда есть такие факты, что сознательно даже идут нарушения, а где-то, может быть, просто даже подзабыли. То есть мы еще раз напоминаем, что действительно действует закон об ограничении табакокурения территории Российской Федерации, который предусматривает в свою очередь даже штрафные санкции. И как раз-таки наша работа молодежной политики, управления здравоохранения, образования всего социального блока, да и в целом, наверное, все администрации как раз-таки направлены на реализацию в первую очередь этого закона. И все мы стремимся сделать, конечно же, город свободный от табачного дыма. Что касаемо наркомании, конечно же, нельзя сказать, что она не присутствует в нашем городе, но как раз-таки процент людей, зависимых от наркомании, он снижается. Это, опять-таки, наверное, показатель нашей совместной деятельности, потому что практически в постоянном режиме проводится большое количество различных семинаров, лекций на базе высших учебных заведений, среднеспециальных учебных заведений. Мы очень хорошо работаем с нашими партнерами, как общее дело, очень хорошие лекторы, Центр медицинской профилактики. Сегодня в эту работу очень активно включается наша аптечная сеть. То есть все направлено на то, чтобы действительно побороть эту проблему, может быть, конечно, до конца не побороть, но действительно это страшно. Наша самая главная задача – донести до молодежи, населения, что это страшно, не нужно это делать. У нас сегодня в нашем городе есть колоссальные возможности, как ни в одном другом городе, для занятия творчеством, занятия физической культурой и спортом. У нас открывается очень большое количество спортивных площадок. Только в прошлом году более 80 воркаут-площадок было установлено в отдаленных районах. То есть, поверите, проводя какой-то маленький анализ, действительно у нас глава очень позитивно настроена в этом направлении, и мы ему за это очень благодарны, потому что действительно очень много делается для молодежи, для ее становления, развития в вопросах трудоустройства, какого-то дослуга их мероприятия, развития личности. Луа города и губернатор в целом, конечно же, уделяют огромное значение для молодежи, потому что понимают, что это действительно наше не только будущее, это настоящее сегодня, как мы сегодня воспитаем нашу молодежь. От этого года зависит будущее в целом города, страны и региона. Ну, здорово, что столько перспектив у нашей молодежи. Спасибо вам огромное. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был начальник управления молодежной политики администрации города Сочи Андрей Безроднов. На этом я с вами прощаюсь. Будьте в курсе всех событий города Сочи. И всего вам самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова